Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить внутреннюю тьму, вторую часть. И мы продолжаем ходить по нашему дому, то есть по нашему бывшему дому, в котором мы росли. Сюда нас привели все зацепки. В доме много странного, и сейчас мы это потихоньку расследуем. В предыдущей серии осмотрел все комнаты на втором этаже, но они достаточно хорошо. Поэтому сейчас мы будем искать детали, которые упустили. Допустим, мне кажется, что... Так. Бурлаки на Волге. Понятно. Мне кажется, что, во-первых, вот в этой комнате что-то есть еще. Нужно внимательно ее осмотреть, а не так тяп-ляп, как я. Просто хочу быть на сто процентов уверенным в себе. Так, эти два ряда ничего. Тут ничего. Тут ничего. Тихо, не мигай, пожалуйста. Тут ничего. Тут мы можем почитать название книг. Ну вот. А я и не видел это вообще. Черное зеркало в форме человеческой головы. Жуткой человеческой головы, я бы сказал. Ну ладно. Так, и все. Теперь-то, я думаю, у нас больше ничего тут не осталось. В предыдущей серии мы много всякого плохого прочитали. Про то, что творилось в этом доме. И даже печально как-то осознавать, что Говард является частью этой семьи. Потому что жуть какая-то. Так, вот в этой комнате была шкатулка. Я думаю, эта шкатулка тут неспроста. Или там она была? Все похоже. Так, ну что? Странно, шкатулка для драгоценностей пуста. Хм, тут секретный люк. Конверт, который нашел в шкатулке. Записки моей бабушки. 83-й год. Поскольку рядом со мной никого нет, кому я могла бы довериться, я решила записать кое-какие моменты, заставившие меня всерьез взяться, всерьез волноваться о судьбе моего мужа на Даниэле. Наши служанки честные и милые женщины, но, разумеется, есть вещи, которые я никогда не могла бы с ними обсудить. Первые два года нашего брака были прекрасны. Пардон. СМС пришло. Первые два года нашего брака были прекрасны. Мы жили в маленькой квартирке в центре Велсмата. Вскоре я заболела. Ничего серьезного, Натанаэль решительно стоял, чтобы мы последовали совету докторов и переехали в этот дом. Перед этим дом долго пустовал, думаю, лет 18. Его построили предки Натанаэля, и семья всегда жила в нем. Но сам он там до этого никогда не был и знал об этом месте немного. То, что было нам известно, мы узнали по преимуществу от дружески расположенных к нам жителей Аркхамэнда, ближайшего к этому уединенному месту городка. Однако не все были так радушны. Радушны. Я всегда ощущал, что люди относятся к нам с большой враждебностью, особенно те, кто постарше. Когда они смотрели на меня, я чувствовал, как все мое тело покрывается мурашками. Вскоре я узнал, чем объясняется эта странная антипатия. В те времена мы не держали слуг, когда Натанаэль уходил в свой кабинет, и я оставалась одна. Больше всего мне нравилось ездить на машине в Аркхамэн. Я любил этот старый город, он был полон загадочного гипнотического духа, ушедших веков. Я всегда чувствовал себя так, словно попало в настоящее средневековье. А вот сами горожане, спустя недолгое время, я заметил, что взгляды у них такие же замшелые, как сам город. Большинство из этих людей унылые и суеверные. Несколько лавочников и хозяин гостиницы объяснили мне причину этой ненависти. Они ненавидели семью Натанаэля, и даже тех, кто пришел в семью, таких же, как я. Тех, в чьих жилах текла другая кровь. Они сказали мне, что род Лорейдов в Аркхамэнде всегда ненавидели. И это неприятие передавалось дальше следующим поколениям. Я слышал несколько историй про эту семью, нелепок до наивности, но по-настоящему страшных. Когда я рассказал о них Натанаэлю, он немного рассме... он только рассмеялся. Он сказал, что в любом темном городишке есть такой фольклор. Он был прав, и это должно было развеять мои тревоги. Но меня не оставляло чувство, что что-то тут не так. Спустя недолгое время мои опасения подтвердились. Натанаэль становился другим. Он начал говорить во сне с кем-то, чье-то имя было джедая, чье имя было джедая Лорейд. И все больше времени проводил фамильные усыпальницы. Я и сейчас не представляю, что он там делал. Я всегда ненавидел это строение. Я вошла внутрь только однажды, но все эти древние гробы с мертвецами, страшная резьба и чудовищные картины на влажных замшелых стенах заставили меня в ужасе бежать. Сначала я решил, что странное поведение Натанеэля – это просто запоздал интерес к своей истории, поскольку прежде я ни разу не слышал, чтобы он говорил о семье. Потом он начал говорить о том, что Лорейды жили в этом доме под покровом неведомой тайны, как поколение за поколением строили и восстанавливали дом. Даже объяснил, что как, когда и зачем был построен в саду этот склеп. Наверное, это покажется странным, но я продолжал верить, что происходящее с ним изменение – не более чем временное следствие этого новообретенного интереса к семейной истории. Единственное, что мне оставалось – надеяться, что когда этот интерес потухнет, он снова станет собой. Скоро я убедилась в обратном. 18.06.83 Время шло, и Натанаэль все больше погружался в историю своего рода и его темные секреты. Я часто видел, как он сидит в кабинете, глядя в окно, невидящим взглядом, целиком уйдя в свои мысли. Спустя несколько месяцев у него появились странные привычки – он стал ходить во сне и говорить сам с собой. Он вступил в переписку с какими-то людьми. Я никогда не заглядывал в эти письма, но судя по всему, судя по тому, как он ввел себя, когда я доставал из почтового ящика ответ, было ясно, что письма эти значили для него очень много. Я попытался убедить его сходить к психиатру, но он решительно отказался. Он сказал, что с ним все в порядке, просто он – человек, который хочет разобраться в своем прошлом. Он сказал, что он – Лорейд, который слишком поздно вошел в владение родовым гнездом, но что отныне он будет жить, как настоящий Лорейд. Примерно в это время родился наш сын Уилли. Несмотря на мои тревоги, это было самое счастливое время в моей жизни. Даже Натанаэль, казалось, стал прежним. Я помню, что он улыбнулся мне впервые с тех пор, как так внезапно переменился. Но радость была недолгой, скоро все снова пошло в криф и в кость. Февраль 83-го. Среди тех пугающих вещей, которые Натанаэль начал делать в этом доме и делает до сих пор, я больше всего ненавижу эти непонятные встречи с теми, с кем он состоит в переписке. Те, кто приходит на них, невыразимо отвратительны. Их вид, голоса, речь – все в них вызывает омерзение. Эти сборища, на которые не допускают никого, кроме Натанаэля, начались, когда Уильямсу было пять. Они собирались в тайне и порой говорили часами. Когда Уильямсу исполнилось пять лет, Натанаэль переменился еще ужаснее. Иногда он говорил о дальних, необычных местах и о том, как он мечтает их посетить. «Я была уже не в силах слушать этот детский бред. Я знаю, что, даже если я попрошу прекратить это, он не станет меня слушать. Ведь того человека, за которого я уходил замуж, больше нет. Я проклюнаю эти сборища. Это из-за них так страшно изменилось поведение и настроение Натанаэля. Эти визитеры выразили его своими нелепыми мыслями и верованиями». Блин, у меня язык сегодня что-то вообще не ворочается. Так, сентябрь 83-го. Не знаю, что теперь делать. Пять дней назад случилось нечто ужасное. Глубокой ночью сюда пришел незнакомец с маленьким мальчиком. Удивительно, но он, казалось, знал Натанаэля. Они приговорили часа три, потом этот человек ушел, оставив ребенка. И тогда я узнал, что мальчик остается жить с нами. Незаконное усыновление. Я не помню, что было дальше. Внезапно я лишилась чувств, меня пришлось отправить в больницу. Я провела там под надзором врачей четыре дня. Когда я вернулась, ни ребенка, ни горничных в доме не было. Остался только Чед, самый старый из наших слуг. Когда я спросил, где горничный, он сказал, что они ушли, а про мальчика он ничего не знает. Но я видела, что он ужжет. И что делает он это под принуждением. Я не знаю, что именно случилось, но что-то явно пошло не по плану. Ну, конечно, горничный убил мальчика. Натанаэль больше не говорит со мной. Он все время молчит и выглядит растерянным. Я знаю, что этот мальчик все еще здесь. Я слышу его, он кричит по ночам. Так, 87-й год уже. Я много лет не записывал ничего в этот дневник. Не попадись он мне сейчас на глаза, я бы о нем и не вспомнила. Я многое теперь вспоминаю с трудом. В прошлом году мне опять пришлось лечь в больницу. На этот раз все было, по-видимому, очень серьезно. И я провела в больнице три месяца. В любом случае, хорошо, что я нашла этот дневник именно сейчас, поскольку вчера к нам приехал Уильямс. Он приехал впервые после того, как закончил колледж. Я даже не могу сказать, сколько лет назад он уехал от нас. Хороша мать. Он приехал не один. Он привез с собой жену и сына Говарда. Ага. Какой прелестный мальчик. Как приятно было мне увидеть внука. Уильямс даже не сообщил нам, что женится, но этого следовало ожидать. Мне пришлось отправиться и отправить его в школу. В Элсмете в таком юном возрасте. Я не хотела отпускать его, но не могла допустить, чтобы Натанаэль и его друзья влияли на него. Вчера я была очень счастлива. Но сейчас я заметил кое-что, что тогда пропустило. И это потрясло меня. Наверное, это глупо, но мне не нравится то, как Натанаэль смотрит на Говарда. Как бы странно, он не вел себя иногда, таким я его еще не видела. Этот блеск в глазах. Он бесконечно долго не сводит глаз с Говарда. В тот момент я сказала себе, что это чистая любовь к внука. Это было бы вполне логично, но теперь мне кажется, что дело было в другом. То, как он смотрел на ребенка, я знаю, в этом не было любви к Говарду и гордости за него. Это было чистое зло. На самом деле, этот победный взгляд был невообразимо порочен. 88-й год. Я не могу этого вынести. Натанаэль больше не человек. Он и его омерзительные друзья задумались сделать с Говардом что-то ужасное. Я должна бежать из этого проклятого дома, куда мне никогда не следовало входить. С первого взгляда на этот дом я почувствовал, что ничего хорошего из этого не будет. Словно что-то нечистое из прошлого по-прежнему живет в нем. Я убегу отсюда и поеду к сыну. Я должна сказать ему, чтобы он никогда больше не приезжал сюда. Ни он, ни член его семьи. Они говорят только о Говарде. Несут какую-то чушь о том, чтобы вызвать его из глубины времен. Это безумие, сплошное безумие. Я возьму с собой эту блестящую мекалическую штуку, которую Натанаэль всегда носит на шее. Я не знаю, что это, но я знаю, что для них она очень важна. Я возьму ее с собой, чтобы он ее не нашел. Я не позволю им причинить вред моему сыну и его семье. Офигеть, что тут творилось. Сектанты, они такие. Вот так вот. Очень важная для сюжета такая записочка. Такие дневники. А мы их чуть не пропустили. Ну ладно. Все, на первый этаж. Бальн. Ладно, потихоньку. Че за звуки-то? Звуки надо отметить. Крайне нехороший. Тут у нас что-то запертое было. Запертое. Так. Заколка. Ну, отлично. Офигеть. Это что за хрень? Это было большой ошибкой. После всего, что я слышал о ней, просить, чтобы мне привезли из Индии, это проклятие, эту отрубленную обезьянью лапку. Ночью я слышу, как она ползает в коробке. Клянусь, однажды я видел, как она шевелит пальцами. И при этом я почему-то не могу от нее избавиться. Я ее спрячу. Секрет. Надеюсь, ты не будешь за мной бегать. Рука непонятная. Так, ну все, выходим. Что у нас еще мы... Кто бегал? Так, валим из дома. Я думаю, нам либо к колодцу сейчас, либо... Либо к склепу. Так, только как мне отсюда выйти? Я смогу воспользоваться ключом, скажем. Вот так. Хорошо. Что-то в этом доме, как-то надо сказать, стало маленько страшновато уже. Особенно, когда вот это вот сверху прямо надо мной пробежал, кто-то грузный. Что-то мне уже не очень охота в нем находиться. Но ничего. Ну, шутка история, да? Так. Направо, насколько я помню, склеп. Налево колодец. Давайте к колодцу сходим сначала. Ну, вообще, мне кажется, что вот этот ключ у нас склепа. Надеюсь, тут больше не полезет. Это непонятное. Шогот этот. Шогот, кстати, в Зове Ктулху был. Там же был Шогот точно. Он такая там скотина была, у меня расстолбивал. Шогот он назывался, да. Крышка колодца заперта. И тут стоит какой-то странный механизм. Первый раз я вижу эту крышку. Когда я был здесь, последний раз это был простой металлический лист. Зачем кому-то заменять крышку на заброшенном колодце? А ты не помнишь свой сон, да? Так, ну ладно. Так, подожди. А может мне... Нет. Может так? Нет. Ну, ладно. Пока что давайте сходим к склепу. Или туда, к склепу ближе. Нет. Оттуда, по-моему. Офигеть. Обезьянь и лапка. Но секретики здесь приятные. Их очень много. Их довольно легко разгадываются. Я не думаю, что у меня получится все их собрать. Потому что это все-таки не настолько уж очевидно. Но нашли ктулху. Это самое главное. Нашли некрономиков. Нашли гомункула. Офигеть. Кого мы только не нашли. Так, тут у нас вход в подвал. Давайте попробуем. Отлично. Я так подумал, что он Данаэль в своем сейфе. Собственно, только и будет это таскать. Так, значит, Говард это отнюдь не тот мальчик. Змееголовые. Давно не виделись. Это должно быть мой дед. Натаниэль. Натанаэль. Постоянно, блин. Как-то по-эльфийски читаю его имя. Так, ну что, деда. Это должно быть мой дед. Странно. Я не вижу предмета, который, как сказано, мой дед держал в руках, когда его хоронили. Куда он мог деться? Или его украли? Ах, да. Те двое говорили про то, чтобы украсть какое-то барахло из склепа. Может быть, они имели в виду именно этот склеп? Я должен найти их. Понятно. Больше тут ничего нет? Судя по всему, нет. Запись прочесть невозможно. Кто-то непонятный. Так, тех ребяток найти нужно будет, да? Значит... Так, тихо. Это что такое? Я не совсем уверен. Кажется, поднялась буря. То есть, мне не выйти? Нет, выйти. Ну да, посмотрим, что за буря тут у нас. Я не думаю, что хорошая идея искать тех двух не самых приятных людей, насколько я понял. Но какой выбор у нас есть, по идее? О-о-о, да. Так, ну ладно. Давайте-ка мы обратно зайдем. Там еще есть на что посмотреть, как я понял. Посмотрим. Потом уже будем выходить отсюда. Я просто не представляю, что делать. Ну, понятно, что искать этих двух. Там по бару надо будет поспрашивать. Но пока что есть, где и что смотреть. Каля Плорейд. Незнакомый. Здесь вырезано мое имя. Это место предназначено для меня. Это вот тот конец, который меня ожидает. Безумие, преследующий мой рот. От него не уйти. Паника. Ну ладно, вроде успокоился. Уильямс Лорейд. Мой отец. Пять лет назад он ушел от матери. И все эти годы я не знал, где он. Как это могло случиться? Ох, открытие-то сколько. Не беспокоишь праксу его отца-то, ну, елки-палки. О-о-о. А чего у него там? О, господи. Это флакон снотворных таблеток. И он абсолютно пуст. Он принял все таблетки, чтобы умереть? Что это за безумие? Неужели ты и правда, мой отец? Как это могло произойти? Таблетки придал. Ты их так и оставишь тут? Здесь я ими прочесть не могу. Так, еще целая стена. Сколько там? Открытие нас ждет еще. Послышалось? Добрый день. Эзра Лорейд. Сэминал Лорейд. Так, ну и все, похоже, да? Ты посмотри. Похоже, все. Не могу открыть. Тот самый знак у него. Тот самый, который мы в первой части видели. Подожди. А это вот так. И у тебя тоже. Ну, у всех. Так, похоже, тут все, что могли мы сделали. Давайте выходим тогда. Да, уж так узнать, что папа не твой уже лет пять как умер. Ну, не лет пять. То есть, пять лет не видел наш герой его. А пять лет назад он умер или как? Ну, говар-то. Так, ну что, давайте на этом завершим эту серию. Следующий продолжим уже и пойдем на поиски тех двух ребят, которые обборовали склеп. Возможно, у них что-то найдем. Это, я думаю, в городе нужно будет все расследовать. Надеюсь, вам понравилась серия. Увидимся завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok